У меня еще квартира не сдана, но для того, чтобы избежать этой ситуации, я, получается, должна стать сантехником, электриком и так далее. Критическая ситуация в жилом комплексе «Видное», который находится в деревне Табалова, стала причиной встречи инициативной группы с главой Ленинского района Олегом Хромовым. Малоэтажные дома, отдаленность от суетной центральной части города. Кажется, этот микрорайон должен был стать одним из лучших в поселении. Но у застройщика ЖК «Видное» случились финансовые трудности, и он разорился. Этой весной, когда «Видное» посещал губернатор Московской области Андрей Боробьев, он побывал и в микрорайоне. После визита проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. При поддержке именно губернатора строительного комплекса мы смогли найти дополнительные источники финансирования. Сразу могу сказать, что это не бюджет, безусловно. Крупная строительная компания, которая выступит в качестве спонсора и достроит вот эти жилые дома. В том числе устранит те недоделки, которые есть в домах, которые были введены в эксплуатацию с ненадлежащим качеством. Новой строительной компании предстоит достроить три жилых корпуса и детский сад, находящийся на нулевом цикле строительства. А также устранить множество недоделок в уже сданных домах. По словам жителей, которых в прошлом году посчастливилось получить ключи от своих квартир, дома уже дают трещины. Отопления почти нет, конвекторы холодные. Придомовая территория не облагорожена, дорога к микрорайону также отсутствует. Плюс ко всему 70% тех, кто подписал акт о приемке квартир, не платят квартплату. При этом хотят получать коммунальные услуги надлежащего качества. Конечно, это не освобождает от ответственности управляющую компанию. Но здесь мы являемся некими заложниками той ситуации, которая, на наш взгляд, должна в ближайшее время нормализоваться. В том числе и путем поднятия финансовой дисциплины, когда нам жители начнут все-таки оплачивать полным рублем за те услуги, которые все-таки подаются в данный жилой фонд. После долгих обсуждений и огромного количества вопросов со стороны инициативной группы, собравшимся удалось найти понимание. Все худшее позади. Надо лишь немного подождать. К середине следующего года оставшиеся корпуса будут достроены. Юлия Погасян, Алексей Ильин, Владимир Бижонов, Елена Коршелева. Видно этого. Изменения существенных проектов.